Возраст от 6 до 17. Подъем и зарядка строго 8 часов утра. Отбой ровно в 22.00. Жизнь по режиму даже летом. К счастью, никого из ребят этот факт ничуть не смущает. В загородном спортивно-оздоровительном лагере «Лыжник» не только отдыхают, но и полноценно тренируются. Бокс, каратэ, волейбол, гандбол и биатлон. Здесь созданы все условия, чтобы разбудить в юных спортсменах еще больший спортивный азарт. Как видите, за моей спиной проходит тренировка. Тренировки у нас проходят ежедневно. За исключением только воскресенье. Это у нас, так сказать, день отдыха, но активного отдыха. Время летит со стремительной скоростью. И, кажется, еще совсем недавно в спортивно-оздоровительном лагере «Лыжник» отдыхали и тренировались одни из самых успешных каратистов страны. Представители Беларуси и Новополоцка на вторых европейских играх Антон Исаков, Алексей Вотчиц и Анастасия Дичкова. Сегодня здесь уже новое пополнение. К слову, спросим уже у подрастающих чемпионов, каково это совмещать отдых и спорт. Даниил Афанасьев, победитель республиканской спартакиады школьников, согласился поделиться впечатлениями со съемочной группой. Всегда хорошо. Тут разные мероприятия, не бывает скучно. Тренировки хорошие, так свежий воздух, хорошо тренироваться. Все дружные, все хорошо общаются, все разговаривают, все веселятся, так сказать. Нет такого, что люди ругаются друг с другом, воюют. Нет, тут хорошо. У меня конкретно задача физподготовку улучшить с командой волейболистов. Я работаю на этой смене. Это девчонки, девчонки возраста 13-14 лет. По поводу мотивации, я думаю, что в таком возрасте они уже сами понимают, для чего они это делают. И хотят быть красивыми, хотят быть стройными, хотят быть спортивными, подтянутыми. И действительно, спортивно-оздоровительный лагерь «Лыжник» – отличная база для полноценных тренировок. Лагерь будет осуществлять работу в три смены. Первая завершится уже сегодня, 5 июля. Вторая стартует 12 июля. А всего за летний период времени здесь оздоровится около 300 детей.